Да, Геральт, как видно, ни одна заварушка на Скеллиге не может обойтись без твоего участия. Вовсе нет, я довольно много пропустил. Дитя краха сидит на троне благодаря тебе. А теперь ты, похоже, разжег маленькую гражданскую войну. С давних пор корону Скеллиге добывали, проливая кровь. От обычной политики это кровопролитие отличалось только масштабами. Однако резня во время пира в Каэртрольде была совсем другим делом. Ее итогом стал очередной ведьмачий заказ, который быстро перерос в расследование. Расследование, которое в результате дало островам Скеллиге новую королеву. Стало быть, клан Друманд ударит быстрее, чем мы рассчитывали. Я думал, крах послал тебя хоть как-нибудь сговориться с Лугасом. Сговориться? Только крах верил, что это возможно, когда дело зашло так далеко. Значит, я не слишком нарушил твои планы? Нет, в этот раз нет. Смерть Лугаса многое изменит. Его двоюродный брат, который станет ярлом, слабый предводитель. Он глуп. Такая война быстро начнется и быстро закончится. Но зачем ты вернулся на Скеллиге? Как дела у Келлис? Она была бы прекрасной королевой, если бы смогла выйти из тени краха. Все, кроме Лугаса, ее поддержали. Но едва на горизонте появились корабли Императора, Яру взял дело в свои руки. Ах, Ялмар! Он провел три набега на Императорский флот. Все вопреки воле краха и все неудачные. И он еще находит добровольцев на следующие. Очень на него похоже. Ты знаешь что-нибудь о Солнечном Камне? Если верить легендам, он где-то на Скеллиге. Сперва маска Урабороса, теперь Солнечный Камень. Чудовища могут спать спокойно, раз ты стал искателем сокровищ. Я эльфами, а Эн Сиды никогда не интересовался. Но есть один скальт, Эйвинд. Он, вероятно, тебе поможет. Он как-то рассказывал о недоступной пещере или развалинах. Где его найти? Сегодня? В Оренбьерне, без сомнения. Еще порасспросил овцов жемчуга. Матиоса Рыбьежабры и Эрлинга. Последнее время они ныряют у мыса над заливом с восточной стороны. Рыбьежабры? Так его прозвали. Потому что он часами может оставаться под водой. Никто не знает, как он это делает. Но у меня есть кое-какие подозрения. Вижу, ты от него не в восторге. Ничего личного. Его отца и деда я тоже терпеть не мог. Спасибо за помощь. Вот еще что, Геральд. Предки Матиоса и Эрлинга еще сто лет назад там бы все растащили. Если бы не магические барьеры. Возьми с собой чародейку. Ты же прихватил с собой хоть одну? В этот раз даже нескольких. Да хранят нас боги.